Я вас приветствую, дорогие друзья! 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 Источники, значит, с жителями Приднестровья началась работа. Им дают по 700 лей за голосование, за Додона. Не будет никаких подвозов до избирательных участков, потому что они понимают, что там будут СМИ, там могут быть граждане страны, которые против всяких там подвозов. И это правильно, что это нужно блокировать. Значит, они будут подвозиться до моста, дальше люди будут проходить пешком, как будто они сами приехали. Значит, я хочу обратиться сейчас к Додону, ко всем его этим умным там пиарщикам, которые сидят в наглую в офисе партии социалистов и делают все, что хотят. Ребята, все ваши попытки будут заблокированы. И я призываю всех граждан страны, вне зависимости от того, за кого вы голосуете на этих выборах, объединиться, документировать все эти вопросы. Для того, чтобы показать и всем гражданам Молдовы, и всему миру, как Додон хочет и пытается сохранить свою возможность участия в выборах президента и попасть во второй тур. Сейчас я об этом расскажу подробнее. Далее, значит, на сегодняшний день, значит, согласно информационной записке из СИБА, значит, они информируют свое руководство о том, что со стороны штаба Додона идет массированная работа по двум направлениям. Люди Додона начали активно работать с примарами от ПСРМ и ДПМ, выделили им деньги перед каждым, ставя задачу дать минимум 50% голосов. И также организовать подачки малообеспеченным гражданам от Додона для того, чтобы склонить людей голосовать за него. Додон поменял тактику. Уже не будут ходить с красными пакетами ПСРМ, так как раньше ходили демократы, как ходил Шор. Сейчас они это все поручили некоторым примарам и многим лидерам, у которых есть земли, у которых есть на складах разные виды сельхозпродукции. И якобы это будут помогать примары и лидеры без всяких там пакетов по СРМ для того, чтобы не попасться. Задача стоит сегодня выделить помощь продуктами питания порядка 200 тысяч человек. Значит, из ассистенца Сучалы, насколько я понимаю, Додон выбрал 200 тысяч человек, которым тяжелее всего. Это, наверное, не наверное, а точно тут указано. Это есть, значит, среди них многодетные семьи, инвалиды. То есть пройтись по людям, у которых самая тяжелая ситуация, для того, чтобы обеспечить себе именно вот эти 200 тысяч голосов, чтобы Додон мог во втором туре сказать о том, что вот смотрите там, как меня любят люди. Потому что без этих 200 тысяч голосов Додон может не пройти во второй тур. Я видел реакцию на Додона в разных районах страны, даже в тех районах страны, в которых Додон набрал более 50% в 2016 году. Сегодня он там в некоторых не набирает даже 20-25. Я уже молчу про центральные районы Молдовы. Сегодня Додон в панике, потому что видит, что проваливается он, продолжает падать. И видит сегодня рост наш по всей стране. Ему показали опрос, где усатый уже более 18-ти позавчера, и Додон в полной панике. Поэтому Додон не просто нервничает, а сходит с ума. Я сейчас хочу обратиться ко всем примарам в Молдове со следующим месседжем. Я знаю, что Додон оказывает сейчас на вас давление. Кого-то пугает уголовными делами, как было при Плохотнике. Кому-то предлагает трудоустроить родственникам. Третьим рассказывает, что ваше село получит больше денег. И так далее, и так далее. Люди Додона подкупают вас и предлагают деньги за хороший результат. Потому что это его единственная возможность, повторяю, оказаться во втором туре, не то что выиграть президентские выборы. Хочу вам напомнить, что вы в первую очередь отвечаете перед жителями населенного пункта, который вы возглавляете. Вы не отвечаете сегодня перед партией или перед президентом. Вы должны действовать в интересах народа, ребят, не подводите людей. Не пытайтесь людей убеждать голосовать за Додона, потому что он уходящий элемент. Вам надо будет работать дальше и жить с вашими людьми и со всеми теми, которые в нашей стране хотят что-то поменять. Я хочу обратиться к гражданам нашей страны, которым предлагают подачки. Вы знаете, если вам очень тяжело, вы можете брать спокойно эти подачки от Додона, потому что это ваши деньги, которые он у вас украл. Он отдает вам сегодня лишь малую часть, потому что это его единственный вариант попасть во второй тур и попытаться остаться во власти. Главное, чтобы вы голосовали не за эти подарки. Вы должны понимать и думать, что будет дальше с нашей страной, что будет с нашей Молдовой. Голосуйте за кого хотите, только не за тех, которые грабили и грабят страну сегодня. Голосуйте за то, что вы хотите, чтобы выяснить, что сегодня мы, все-таки, все-таки, мы обязаны им служить четотенилам и не за тех, кто-то не за тех, кто-то не за тех, кто-то политик. Пусть очень хорошо пишут ваши вопросы, которые вы предлагали, и вы понимаете как они организуются эти процессы омурдарии. Сегодня, сегодня, все приманили в Молдову, в то время публикиmmm обзоре, как и будет, что будет работать в Молдову, в Re tal four лет. Сегодня, если мы все будем говорить, и мы будем говорить, что exhibits, Продолжение следует... Cumva aveți nevoie de juriști, avocați, ca să vă ajut să vă protejați și să nu vă lăsați intimidați din partea lui Dodon. Sunt deschis pentru dumneavoastră. Noi astăzi, în aceste alegeri prezidențiale, în data din 1 noiebrie, putem schimba istoria Republicii Moldova. Avem două căi. Sau vom avea localități fără cetățeni în următorii patru ani, încă toți vor pleca, care în Federația Rusă, care în statile UE la muncă. Sau vom da start, vom restarta totul în Republica Moldova. Cunoașteți foarte bine toate problemele care le-am avut și care le avem astăzi ca autoritățile publice locale. Eu cunosc mai bine ca orice policia în acestea probleme, deoarece conduc cu municipiul Bălț, al doilea oraș de Republica Moldova. M-am contactat prin rețele de socializare. M-am găsit prin colegii de răioane. Și haideți să stabilim și să spunem nu acestei fraudări și acestui personaj, Igor Dodon. Să vă mulțumesc pentru vizionare. S-a stabilit ca săptămâna viitoare majoritatea diputaților din Partidul Pro Moldova să treacă toți în Partidul Ușor și să asigure o nouă majoritate. Și Pașa Filip, cu cei din democrați care au mai rămas până acum în coaliție Dodon, să plece în istorie. La moment sunt 37 de diputați din partea Partidului Socialistilor, 8 sunt de partea Luișor, ei sunt nouă Pșor, nu o să o cotiem, în total fac 45, Niciu Fărciuc și 46 care va fi conducătorul șor pe nordul Moldovei, și acești deputați care vor pleca din Pro Moldova încăpând cu săptămâna viitoare, îi asigură Dodon 53-54 de deputați. Am înțeles că meu câțiva la pide. Nu mă ascundi Domnului Dodon combinațiile cu tovarășul Plachatniuc, așa cum Dodon îi spune laivăr, nu mă mă întâlnit cu Domnul Plachatniuc. Dăi, Dodon, în adresa mea vorbești, că sunt bandit, mă numești în tot felul, dar pe stăpânul tău până în ziua de azi și laivără, el numești Domnului Plachatniuc. Un penalt fugar care au furat țara asta și continuă asta cu ajutorul tău să-și păstreze sau să-și reanimeze unele poziții. Povieștile, ați văzut cum răbdă v-a reacționat Interpolul, că nu s-a întâlnit Plachatniuc cu Dodon în Greci, că Plachatniucul ultima dată nu fost în 2016. Stimați начальniști care încearcă să-l curie, să-l protejeze pe Dodon. Vreau să vă informez pe dumneavoastră, dar în primul rând toți cetățenii de Repubblica Moldova, că și pe jurnaliști, acum mai rog să verifici cei ce spun în Google, nu este o informație secretă, că toți cetățenii UE, statilor europeane, când traversează frontieră, când intră în UE, pleacă din UE, nu pot fi, nu le poate fi scoase frontiera, așa cum se face la noi Repubblica Moldova. Deci, dacă Plachatniuc acestăția în României, într-a în României, Griecia, Germania, s-a val stat, și nu era monitorizat oficial de Interpol, dar astăzi, Plachatniuc nu este în Interpol cu нашă statul, atunci nu îi poate fi scoasă frontiera, asta la noi Repubblica Moldova poți să suni la Poliția frontiera, sună Pașa Voicu și dă indicații, oficial, neoficial, nu contează, scuteze frontiera la USAT-ul pe ultimii doi ani, unii au ieșit, și automobil, câți oameni erau în mașină, care e punctul amal, aeroport, dacă zbori cu avionul, și tot așa, în UE, la dânși este absolut alte legislații, dacă omul nu e într-un dosar penal și nu este monitorizat în cel, frontiera cu data de urmă nu poate fi verificată. Așa, glăsați voi povestea, poate plachatniuca cetățiana Moldoviei a fost ultima dată în Grecia în 2016. De asta, eu înțeleg perfect ce se întâmplă, că astăzi dodo înțelege că nu are șansă să câștigi alegerile prezidențiale, și acest diputat care au fost trimis pe timpuri spre pro-Moldova, de șor de plachatniu că astăzi, cu doamne ajut tot să ducă în apoi la șor, când dodo înțelege un partnăr oficial, că nu ar spune, că nu facă coaliție cu Kandu, cu plachatniu, cu Kandu, cu Kandu, cu Kandu, cu Kandu, cu România, cu Moldova, cu Moldova, cu Moldova, și misiunilor de observători, cu Moldova, cu Moldova, cu Moldova, că acum el răspunde de operațiunea Capităț Gramajoară, să-i ducă la șor, ca să aibă dodonul nouă majoritate. Toate acestea momente sunt foarte grave pentru Republica Moldova, pentru democrație. Eu, Renato Usate, candidat la funcție de președinte a Republicii Moldova, vă promit că voi face tot posibil să blochez, să stopez aceste fărădelegeri. Intimidarea primarilor din țară, cumpărarea lor și tot ce își face Dodon, așa cum o făcea pe timpul plachatniu. Fac un apel încă o dată la toți cetățenii, oameni buni, să ne unim, fiecare persoană care vede că cineva tărăi orez, duși să aști de făină, că e lider, că e primar. Vă rog, filmați-i la telefon, trimiteți-mi această informație, eu voi și public în fiecare zi, dacă va fi nevoie, ca să vadă toată țara cum Dodon își face campania. Nu mai vorbim de faptul că Igor Dodon își ascunde cheltuielile reale, și la toate știerele arată, cu sată, e cel mai bogat candidat. Am văzut raportul care mi s-a prezentat săptămâna pericotă, Igor Dodon, cu toată secta lui, a cheltuit pentru benzină, în 10 zile de campanie, în 5.000 de lei. Și nu am încheltuit din 500.000 de lei care le-am dat în avanț, mi se pare 200 ori 300.000 de lei. Cum, Dodon, tu cu toată secta ta ai mers prin țară cu 5.000 de lei, 10 zile? Și aici ce o faci? Acum, la un moment încă mai grav. În ultimele zile, tot mai mulți colegi din țară mă informează că sunt intimidați de reprezentanții Măiei, de reprezentanții SIS-ului, de reprezentanții lui Dodon că în fața cămerii de luat videri, pe telefon, se declară că contraplata le se propune între 500.000 și 1.000 de euro ca să iasă în fața cămerii și spui că noi n-am donat bani la usate, noi nu știm de unde a luat semnătora, nu așa mai departe. Dodon, Voicu, Guminiuq și Restu. Eu înțeleg că la voi astăzi e operația numărul 1, să mă distrugeți pe mine, înainte de alegeri. Și ce o să primiți dumneavoastră, nu o să vă spun acum, că cred că ne privesc și unii copiii, și unii pensionari, o să vă spun eu în față, că nu o să dau ochii cu toți voi. Dar astăzi, încetați intimidările și provocările cele care au fost organizate pe timpului de Capcaliuc și restul pe timpului Plahotniuc. Iarăși, să merg pe la profesori în școală, la universitate, pardon, unde mi-am făcut studiile. Iarăși, le supropun banii inclusiv și lor, spuneți în față cămerii cosatăi, când era student, furam mâncarea de la colegi, că am furat-o cușmă, și restul prostiilor. Chiar nu vă rușinic toate aceste lucruri, le făcească timpului filatului Plahotniuc și voi astăzi doar le repetați. Fac un apel la toți colegi, stimați colegi, eu vă mulțumesc pe dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc la toți cetățenii din Republica Moldova care au donat și donează astăzi bani pentru această campanie electorală conform legislației. Da, astăzi, mai mult, nu ne donează bani persoane fizice, decât juridice, deoarece persoane juridice ca pe timpului Plahotniuc astea sunt speriați, sunt pțâni. Acum, cei care vin și vă fac propuneri, vă dau întrebări, unii care sunt prezente de la MAI, alții de la SES, a treia sunt prezente ca jurnaliști, vă spare, vă rog, filmați pe telefon un scurt video, trimiteți-mi mie sau îl publiqueu sau îl publicați dumneavoastră pe rețelele voastre sau îl publicați-mi mie ca do do încearca s-fiii Plahotniuc număru 2, dar ea, nu este. Do do nu este mult mai slab, poliția, činiaul, și procuratura, nu Afrika, față de do do nu așa cum avută, cum avută, pentru că nu era Plahotniuc. nu așa cum avută, nu așa cum avută, У каждого гражданина страны, особенно бельчан, которые больше всего сделали пожертвование на эту предвыборную кампанию. Огромное вам спасибо, и вы прекрасно знаете, что я вас не подведу. И после президентских выборов вы знаете, что я в разы больше потрачу и на город Бельцы, и на другие города и села в стране, которым я помогал все предыдущие годы. Я вас прошу, звоните в центральный офис нашей партии, звоните районным представителям, которым вы передавали эти пожертвования и документы, и говорите об этих случаях. Давайте не будем бояться, давайте будем выходить и просто будем говорить, стоп Додон, стоп Паша-Пылесос-Войку, стоп СИЗ и все эти структуры, которые сегодня ходят, вас пугают или подкупают. Я хочу сказать Додону, что Додон, я понимаю, что первая операция ваша, когда вы пытались заслать людей, чтобы они заполняли какие-то левые данные, когда мы собирали подписи в мою поддержку по всей стране, она рухнула. Потому что Додон думал, что мы будем собирать неделю подписи, а мы собрали менее чем за двое суток. Тем самым не дали Додону запустить всех этих его троллей, которые должны были там с ошибками заполнять свои данные, подписываться не своей подписью для того, чтобы не дать мне зарегистрироваться кандидатам в президенты. Там мы Додона обыграли в сухую. Даже если были какие-то засланы, то есть немного, потому что главное, что те подписи, которые нам были нужны для регистрации, были собраны. То же самое сегодня, ребят. Записывайте их на диктофоны, записывайте их на телефон, неважно. Записывайте их и выкладывайте. Мы должны показать сегодня всем гражданам страны, всем наблюдателям, всему цивилизованному миру, что Додон использует те же методы, те же методички Плохотнюка, когда пугали людей, когда аннулировали съезд нашей партии на Чеканах. Вы помните, да? Все люди под камеры приходили, подписывались. Эти люди есть на записи, и этих же людей потом, ментозавры Плохотнюка, заставляли писать, что они не были на съезде, не подписывались, хотя было видео. Мы не должны их бояться. Додону осталось политически жить считанные недели. Мы сегодня просто разгромим всю эту коррупционную мерзость, которая досталась ему по наследству от Плохотнюка, и мы дадим старт новой Молдове с новыми людьми, с новыми идеями. И следующие президентские выборы, досрочные парламентские, президентские, местные, будут выборы, где будут кандидаты соревноваться идеями, а не мерзостями и провокациями, которые сегодня занимается Додон. Я понимаю сегодня, что лживые соцопросы, которые он выкидывает, хотя вопрос так, вы понимаете, что в Додоне опросов Ренату Заты был 12% буквально пару недель назад, и когда Додон увидел 18 чем-то, и он с Майей Григорьевной падают мне навстречу, а я тихонечко, но уверенно иду вверх, если это можно назвать тихонечко. И то, что эксперт Эгария Додону, мы не можем evaluать, как демократно выкрести в саду, и он плачет в саду, и он плачет в саду, и в конце 10%, потому что, учитывая, что-то, что-то не было в царе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, у меня настроение в порядке, обстановка у нас такая, как надо. Огромное спасибо всем за вашу помощь, за ваше желание изменить кардинально все в нашей стране. Огромное спасибо всем тем, кто регистрируется на сайте руб2020.мд в рубрике «Кадровый резерв». Спасибо всем юристам, экономистам, бухгалтерам, агрономам. Вот так мы вместе построим новую страну. Я рад, что сегодня есть люди, которым не безразлично все то, что происходит. А всяких додонов больше бояться не надо. Додонов больше бояться не надо. Только додон попытается сейчас через такие же комбинации, как делали при Плохотнюке, снять выборов. Запугаешь ты додона сейчас каких-то людей, что-то сделаешь и подведешь ситуацию к тому, чтобы попытаться меня снять. Додон, через 2-3 часа максимум я буду выступать в лаве, в твоем кресле, в твоем кабинете. Сегодня я не дам издеваться над людьми. Я не дам больше никому возможности делать с нашей партией то, что вы делали с Плохотнюком предыдущие годы. Потому что нас много, нас целая страна. А Игорь Додон, так как он ответил на прошлой неделе, что он с Плохотнюком встретится только в тюрьме. Да, Додон, у вас будет очень хорошая камера. Вы там будете с Плохотнюком вместе вдвоем. Если надо будет привлечь туристов, то я вас в клетке с Плохотнюком перевезу на время в Урашу-Винулы, который мы построим, для того, чтобы привлечь еще больше туристов из-за рубежа. И я сделаю все для того, чтобы вы ответили по закону. И вы ответили перед всеми гражданами страны. И в последнее время, он салют Мария Департия Пенсионаревого Пентру Додон, что это смолчение с вами, для радиката компрочента пенсии, что мы предлагаем иметь сэцтрансмит, они наберут столько, сколько смогут, а мы с вами наберем столько, сколько захотим. Сила в правде. Я вас люблю. Всем хорошего дня. Пока. Погнал в единиц. Продолжение следует...